Друзья, хочу сегодня обсудить вопрос завершения строительства пешеходного кольца, пешеходной зоны в городе Саратове протяженностью 8 километров. У нас с вами есть участок, который требует особого внимания. Речь идет о строительстве набережной от Привянской до Второй Садовой. Мы ее сейчас строим вместе с пляжем. Пляж будет неотъемлемой частью набережной. Наконец-то у нас он появится в городе, потому что до этого городского пляжа просто-напросто не было. Но некачественная работа и неэффективный подход к строительству привел к тому, что мы сроки ввода в эксплуатацию вынуждены были отложить. Более того, из-за того, что подрядчик попался недобросовестный, а заказчик работу свою выполнил неэффективно, где-то даже безответственно, все это привело к потере ресурсов и 129 миллионов 883 тысячи рублей область потеряла. Из-за этого средства, ранее выделенные из федерального бюджета, не были израсходованы и они ушли в федеральный бюджет. Мы сейчас эти вопросы решили, средства вновь выделены и до конца года они должны быть потрачены. Но хочется подчеркнуть, что на следующий год нам придется выполнить ремонтные работы по участку от Провьянской в сторону Ротонды вверх к течению, той части набережной, которая строилась с 2012 по 2016 год и которая стала проваливаться из-за некачественных работ, проводимых при минусовых температурах в декабре, в январе. Вот мы не должны это повторить. Проект будет выполнен лишь где-то в ноябрю текущего года. Поэтому я вам рассказываю о проблемах, которые существуют на сегодняшний день. Но эти проблемы на самом деле имеют отношение абсолютно только к одному – к качеству работ, к организации работ. Если мы организуем работу более эффективно, это все позволит нам на будущий год сдать в эксплуатацию, открыть самое протяженное пешеходное кольцо, пешеходную зону в центральной части города Саратова. Она будет уникальна, потому что будет сочетать в себе набережную, пляжную зону, центральную часть города Саратова, исторический центр, ну и, конечно, улицу Рахова, а также второе садовое, которое будет фактически замыкать это кольцо и обеспечивать выход на набережную. Поэтому я надеюсь, что те, от кого зависит завершение этой работы, сделают все возможное для того, чтобы она была выполнена качественно, но и жители оценят этот труд. Все мы, думаю, что будем только рады, что наконец-то в нашем городе появится замечательное место, причем такое разноплановое, для того, чтобы можно отдохнуть и с детьми, и просто прогуляться. Цирк у нас находится на этом пешеходном кольце, который также требует завершения ремонта. Об этом говорю специально тем, кто должен заниматься решением этого вопроса. Ну и, конечно, по ходу пешеходного кольца, вот этой пешеходной зоны, можно будет послушать и музыкальный фонтан, и полюбоваться фонтаном и дуванчик на площади братьев Никитинах. Поэтому, если только мы с вами подойдем к этому скрупулезно, ответственно и выполним качественную работу, представьте, насколько сразу по-другому заиграет наш город, его окрестности, ну и появится наконец-то пляж в городской зоне.